Это объект страна Вихляндия. Она находится в городе Козельске. Мы здесь уже работаем достаточно давно, больше 10 лет. То есть это как уже домой приезжаем. И здесь появился очень интересный заказчик, который позволяет делать все. В данном случае такой вот небольшой фильм. Это каркас. Вот каркас в лавочке. Ну и сейчас спрашивают, как каркас, как сделать, как показать. Ну пытаюсь показать, но не знаю, что здесь будет видно. А здесь, смотрите, вот такой вот домик. Он сделанный в виде фэнтези эльфийского. А вот эта часть уже сделана, ну как давайте назовем техно. Ну это типа такой вот параллельный мир, где существует много реальностей. И вот я хочу вам показать. Видите, каркас вот такого вот светильника. Ну светильничка, он с лавочкой находится и такие сделаны закладные. Ну вот эти трубки, на них будут одеваться такие специальные фонарики. Они круглые и пластмассовые, ну продаются. И ну очень удобно, технологично. То есть на эту лавочку можно сделать лавочку именно с фитильниками. То есть они освещают периметр. А это, смотрите, я вообще даже сам не знаю, что я такое сделал. Ну вот такую трубу поставили. Хозяин где-то велосипед на крыше нашел, свой старенький. И пока он там на лангкрузере своим куда-то ездил, я его приварил. И такую память о детстве сделал. То есть такой велосипед. А это еще детский велосипед, его там внучка, там велосипедик. То есть и теперь, смотрите, видите, как я усилил, чтобы на этот велосипед можно сесть и типа тренажер покрутить колеса. Ну такой хитрый подход. Как к этому относиться? Ну как хотите, так и относитесь. То есть я его сделал и как бы за очень большие деньги. Ну шучу, конечно, но суть в том, что это просто дизайнерский ход. Ну велосипед, ну это круто. Все на велосипед понимают. И вот я сейчас посмотрел и вдруг придумал. Вот там бетономешалка стоит, я ее приеду и куда-то в забор в Мурую. Заказчик уедет куда-нибудь, я ее замурую и скажу, смотрите, вот параллельный мир. Половина бетономешалки осталась в том мире, а половина вот в эльфийском. Представляете, какая крутизна будет. Только сейчас придумал и все, завтра возьму, начну делать. А это, смотрите, вот такие вот камни такие, и они к стенке идут. По этим камням можно ходить. Ну есть там готовая работа, в конце будет такой небольшой обзорчик. И я по этому обзорчику потом покажу, что как бы получилось. Вот видите, будет каменная бродилка. А здесь будет вот такой портал, которым можно в параллельный мир другой попасть. Представляете, вот уже там сказка о рыбаке и рыбке не проходит, про буратино не проходит. И там у лукоморья дуб не зеленый. А вот такая вот как бы техномир, параллельный мир. И сказка по компьютерным играм. Ну кто сидит в компьютерных играх, он поймет, что вот все по этой теме можно делать, что захочешь. А это такой у нас навесик, кикимороболотная. Вот вы сейчас застали. А это вот не знаю даже сам, что такое. Это какой-то корень в виде такого удава. И он следит за порядком на этой территории. Вот такой проход. Пеньки вырубанные, дерево с таких вот корней. И там тролль живет. А у тролля там арбалет есть и на башне тролля башня Т-34. Не знаю видно, но потом дальше будет видно. То есть вот можно такое что-то сделать, что захочешь сделать. И это будет проходить. То, что есть такая фантастика, параллельные миры, где попаданцы попадают с одного мира в другой. И вот такие кластеры. Ну есть много книг достаточно популярных. Или может они мне нравятся. Вот я и по этим книжкам и пытаюсь что-то сотворить. Вот такой вот обзорчик. Там немножко показали каркасов. И вот уже вот такой у нас объект по Вихляндии. Вот смотрите, здесь видно каркас лешего. Ну посмотрите, а потом я покажу, а как же этот леший выглядит на самом деле. Тоже там и светильники. Этот леший будет следить за порядком во дворе. То есть вот и там газовую трубу немножко закроет. А это такая черепаха-мутант. Почему мутант? Потому что она находится на канализации. Это канализация, ну, Козельская канализация. И вот на ней она люк такой, там такое воничье, что она вот такая стала мутантом и пугает людей. Ну вот, как бы вот такие тоже. Везде есть логика какая-то. Не то, что там мы обкурились, обдолбались. Ну, есть задумки. И мы их воплощаем в жизнь. Арбитон позволяет это делать. И сюда получается, как бы, дача-музей. И много людей приходит посмотреть на то, что мы делаем. И вот смотрите, вот это техногараж. Ну, я даже не успею ничего рассказать, потому что там много надо рассказывать. А вот это вот кусочек, вы смотрите, проход в дом, как бы, ну, можно в гараж зайти. И там вот башня тролля, где он охраняет вход в дом. Чтобы, ну, люди, которые приехали сгорожать, не захватили вот этот дом врасплох. Чтобы можно было там застолье приготовить и вовремя хозяина встретить. Ну, вот смотрите, еще бордюры не покрашены. И вот здесь именно присмотритесь, а как будет делаться леший. Ну, вот как и обещал вам, вот такой обзорный фильм уже, вот мы выведели там строительство шло, вот такие каркасы. И вот смотрите, пока мы смотрели фильм, уже эта черепаха двое яйца снесла. Это как ниндзи-черепашки, они тоже где-то там канализации жили. Ну, такая сказочка, только вот мы ее осовременили, и вот с параллельного мира этих черепашек переместили вот туда в Казец. Там дальше царство Вихляндии, там другие законы действуют, там больше эльфы, эльфийки. Ну, хозяин любит эльфийки, и поэтому вот он и делал такое царство. Или я ему делал такое царство. А это вы смотрите какие-то цветочники, такие громадные. И вон там делается уже это октябрь, мы спешим сделать портал вот в соседний двор. А это вот Кикимора, вы видели, закрыто было, а теперь она с посохом тоже там на корнях следит, как что здесь, ну, туристы ходят, она все их кручу-верчу, их запутать хочу. Смотрите, какие у ней вот эти бусы, и она такая вся важная, красавица. И смотрите, грибочки у ней там, сумочка такая, грибочки там в волосах, или я уже забыл, как у нее там. А, сзади корзинка, и вот, видите, платьичко у нее такое красивое, и она грибы собирает. Оказывается, она тоже пользу к дому приносит. И вот, глядите, с дома выходят такие длинные-длинные корни, и переходит вот такой цветочник. Но раньше здесь был забор. Ну, потом хозяин что-то договорился, и у нее добавилась территория, и корни поросли дальше на отдельную, на новую территорию. То есть, а раньше было зажато забором, ну, добавилось там немного, там, ну, вот, 10 метров. Можно видеть вот эта пристройка, и тот новый забор, вот этот кусок, там, допустим, 60 на 30, я, наверное, 60 на 20, вот такая территория длиной, и 20, давайте считать, метров шириной. Ну, может, и 20, 12, 15, ну, короче, точно не помню. То есть, вот эту территорию, он, мы начали застраивать, я стал делать такую дорогу, то есть, вот этот параллельный мир, и чтобы по территории можно было с одного края усадьбы переехать в другую. Ну, вот я немножко покажу, смотрите, какая яркая покраска, смотрите, медь такая прям, как эта малиновая, вот, ну, вот это уже в параллельном мире есть такие новые краски, новые технологии, которые позволяют такие яркие цветания. И вот сейчас уже там наружу посадка сделана, здесь гидрозоляция сделана, такие будут, смотрите, кованые металлические цветочники, и прямо все это на заборе растет. И эти цветочники и являются еще и, как бы сказать, подпорной стенкой, потому что этот забор, вот сколько, ну, давайте считать, что 60 метров, он вообще сделан без фундамента. Ну, там есть фильм по этим заборам, ну, что он не падает, ну, потому что есть вот такие подпорные порталы, ветки, цветочники, и они являются как дизайнерским ходом, так же и технической стороной. Вот это моя дочка Ира расписывает вот этот вот, ну, входную группу, это портал к соседу в огород. У нее там козы, живут, куры несутся, и можно в него там подглянуть, как они там пасутся и резвятся. Вот, если посмотреть, там вот такая дырочка есть, вот этот, тут через нее можно увидеть, что там творится. Ну, если хозяин тот не закрыл, то, говорит, у нее куры плохо несутся. Ну, вот видите, вот такой вот портальчик и замочную скважину можно подглядывать. И по этим камням не так просто пробраться, потому что, ну, защищается эта территория. Ну, вот задумка такая была. То есть, уже мы переходим не просто посмотреть, а можно лазить, бродить, и вот как и велосипед, не знаю, попадется он нам в кадр, но вот мы сделали велосипеды и такие бордюры. Ну, может, в других фильмах, там много фильмов снималось по теме этого, будем, страны Вихлянде, по этому объекту. Ну, вот мы перешли вот на такой интересный дизайнерский ход. То есть, это параллельный мир, смешание стилей, там всевозможные сказок, и вот, что хочешь, то и делаешь. То есть, вот такая вот задумка. Ну, арбитон позволяет, камни делаем, то есть, деревья, то есть, все, что хочешь, можно делать с этого материала. Очень благодарный материал, и достаточно быстро делается эти работы. карантин нам не дал, уже второй год попасть. я надеюсь, может, через месяц-два я попаду на работу, и будем там и кузнечницей делать, там много задумок, и есть чем заниматься. То есть, вот смотрите, здесь уже цветочник такими камнями, скалами, гротами сделан. Здесь уже немножко то, вот по-другому. То есть, какие хочешь цветочники, вот находятся на этой усадьбе. И кованые, и каменные, и в то же время не являются подпоры под забор. Ну, вот забор здесь еще мы не оформили, ну, так сплошняком будет с культурами оформляться вот в таком стиле. Ну, здесь летающая тарелка есть, ну, инопланетяне прилетели, ну, там, это отдельный фильм по этой летающей тарелке, они как бы там с нее туалет почему-то сделали. Ну, видать, людей много, туалет нужен. Вот такая вот, такой фильм, он обзорный, и, ну, я что хотел, вам показал. Спасибо.